Секс-прорыв. Пять самых невероятных научных достижений последних лет. Наука в последние годы не просто шагнула вперед, она буквально ворвалась в будущее, засыпав нас новыми открытиями. Одни из них забудутся, другие станут фундаментом для новых свершений. Кстати, если размер твоего члена меньше 18 сантиметров, то я уверена, ты постоянно чувствуешь неуверенность в себе. А если это еще сопровождается импотенцией, то дела явно плохи. Под видео мы оставили ссылки на препараты, которые помогут тебе избавиться от импотенции и решить проблему с небольшим размером. Они изготовлены полностью из натуральных компонентов, а применив весь курс, ты сможешь полностью избавиться от проблем с потенцией и увеличить свой размер. Ознакомься с отзывами мужчин, если у тебя остались какие-то сомнения. Трансплантация пениса. В конце 2014 года врачи Южной Африки провели первую в мире успешную трансплантацию донорского пениса 21-летнему мужчине в больнице Египтуана. После неудачного результата обрезания врачи были вынуждены ампутировать половой член ради спасения его жизни. К сожалению, для Южной Африки это не такой уж редкий случай. Для того, чтобы трансплантировать несчастному новый пенис, доктор Андре Вандер Мерф и его хирургическая команда использовали технологию, схожую с той, что применяют для лицевой хирургии. Крошечные кровеносные сосуды и нервы соединяются посредством микрохирургических манипуляций. Операция длилась 9 часов и она была не просто успешной. Спустя всего 3 месяца после операции доктор Вандер Мерф сообщил, что мужчина с этим новым членом и его девушка ждут ребенка. Аналогичная операция уже проводилась в Китае, где мужчина в аварии потерял свой пенис. К сожалению, из-за психологических проблем трансплантат пришлось удалить спустя 2 недели после операции. Презервативы из гидрогеля. Впервые появившись в начале 20 века, презервативы из латекса являются тем средством контрацепции, которым и доверяют больше всего. Впрочем, это не означает, что латексные презервативы никогда не подводят. Во-первых, люди с аллергией на латекс не могут их использовать, а во-вторых, многие находят их неудобными. И исследователи стали искать альтернативы. Контрацептив разработали ученые университета Волонгонга в Австралии на деньги, выделенные фондом Билла Гейтса. Исследовательская команда под руководством Роберта Горкина использовали сверхпрочный материал нового поколения – гидрогель, который выглядит и ощущается как естественная ткань человека. Одним из дополнительных преимуществ гидрогеля перед латексом является возможность доставки в организм лекарственных препаратов, к примеру, возбуждающих. Вибратор с искусственным интеллектом Хамп. Последнее поколение секс-игрушек требует большего, чем просто сотни режимов вибраций. Медицинский силикон и приятный размер и форма – новый вибратор, разработанный командой из двух физиков, регистрирует малейшее сокращение стенок влагалища и подстраивается под ритм женского тела. Таким образом, ритм игрушки подстраивается под сокращением влагалища и делает именно так, как нужно женщине. Синхронизируясь с моментом, когда у женщины наступает оргазм, он усиливает ощущение и продлевает его. Вибратор вшит сложнейший компьютерный код. Напомню, что вы можете пройти курс, чтобы продлить половой акт и навсегда избавиться от преждевременной эякуляции. Благодаря нему вы сможете сами контролировать и решить для себя, когда хотите закончить – через 20 минут, 60 минут или 3 часа. Будете испытывать намного больше удовольствий и ощущений, которые дарят вам занятия сексом. А также предлагаю пройти курс, чтобы справиться с простатитом. Ссылки найдете под видео. Влагалище из лаборатории. Алазия матки и влагалище – редкая врожденная генетическая аномалия, характеризующаяся первичным отсутствием матки и 2 третьих верхних отделов влагалища. При этом сохраняется нормальное развитие наружных гениталий, что и помогло врачам помочь людям с этим непростым заболеванием – улучшить качество жизни. У четырех девочек в возрасте от 13 до 18 лет взяли образцы их тканей с наружными гениталиями. И эти клетки послужили основанием для выращивания в лабораторных условиях влагалищ. Исследователи не только успешно вырастили влагалище, но и имплантировали их девочкам-подросткам. Хирурги создали канал в тазовой области пациенток и пришили репродуктивные структуры. В своей статье в журнале руководитель программы доктор Энтони Атало пишет, это первое исследование, которое показывает, что вагинальные органы могут быть созданы в лаборатории и успешно имплантированы в организм человека. Мужская контрацепция. Когда мы говорим «контрацептив», то представляем себе, как правило, либо презерватив, либо таблетки. В нашу голову просто не приходит образ крошечного клапана на мужском теле, которым можно и включать, и выключать. Немец Клеменс Бимек в 2000 году запатентовал девайс под названием SLF. Гаджет размером с монетку, который просто-напросто позволяет мужчине контролировать поток спермы. Надо сказать, перспектива вживлять себе что-то в пенис едва ли способна обрадовать мужчин. Но есть и аналоги. К примеру, особый гель Вазлгель, который заполняет семи выводящий канал, по которому сперматозоиды попадают в аякулят. При контакте с живыми тканями вещество становится твердым и блокирует выход сперматозоидов в аякулят. Если ввести другое вещество, оно растворит то, которое блокирует протоки. И мужчина снова сможет зачать ребенка. Вот такие открытия в мире науки. Желаю вам ярких, красочных оргазмов. Меня зовут Полина Левенталь. Не забудьте подписаться на канал и поставить свой лайк. До новых встреч. Пока-пока.